Всем привет! Меня зовут Оля, добро пожаловать на мой творческий канал. В этом видео мы с вами создадим красивый букет ко дню матери, но его также можно подарить и на любой другой праздник. И в этом видео я вам покажу как сделать вот такие маленькие розочки. Все остальное мы с вами уже делали. Итак, приступаем. Отрезаю полоску белой бумаги шириной 2-2,5 см и делю всю эту полоску на квадратики. И затем нам нужно вырезать лепесточки. Лепесточки я вырезаю круглой формы, сворачиваю пополам заготовку и срезаю края. Обрабатываю лепесточки, просто растягивая их посередине. Ставлю пальцы чуть-чуть выше серединки и очень сильно растягиваю. И верхний край у нас заворачивается. И получаются красивые лепесточки. Для чашелистика я беру отрезок бумаги 3-4,5 см и вырезаю тоненькие зубчики. Так как розочка небольшая, то и зубчики делаю небольшие. Затем каждый зубчик я немножечко подкручиваю и растягиваю. И еще немножечко затем растягиваю саму заготовку посередине. И теперь приступаю к сборке самого цветочка. Собираю его на проволоку, предварительно сделав на ней петельку. Вы же можете делать это на шпажке или на зубочистку. На нижний край лепесточка наношу клей и очень плотно обкручиваю лепесток вокруг проволоки. Затем еще два лепесточка я собираю точно так же. То есть приклеиваю точно так же, плотно обкручивая проволоку. И таким образом у нас будет формироваться бутон. Все остальные лепестки я приклеиваю точно так же по кругу. Но уже я не обкручиваю плотно вокруг самого бутона, а прижимаю только нижний край в той части, где мы наносили клей. И роза уже будет открываться и формироваться очень красивой. На один цветочек у меня ушла вся полоска, которую мы отрезали от рулона. Розу собрали и теперь подклеиваем чашелистик. Наношу клей на нижнюю часть чашелистика и обкручиваю вокруг розочки. И наши розы готовы. Их можно использовать в любом другом букете в качестве вставки, чтобы заполнить пустое место. Как сделать такие розы, видео есть на моем канале, его я оставлю в описании. И в качестве вставки я буду еще добавлять сахарные ягодки, которые предварительно прикрутила к проволоке трип-ленты. И, конечно, листики. Основа для букета у меня будет металлический кашпой. Это у меня такое ведерко с красивыми необычными ручками. Я его уже заполнила пенопластом. Чтобы спрятать пенопласт, я беру сизаль, скручиваю по размеру своего ведерка и вклеиваю на горячий клей. И теперь приступаю к сборке букета. Как всегда, я начинаю с крупных элементов. Это мои красные розы. И всегда смотрю по количеству цветов. Я делаю всегда с запасом цветы и смотрю по размеру кашпо, коробки или какого-то горшочка. Располагаю по кругу цветы и стараюсь расположить таким образом, чтобы все выглядело шапкой. При сборке букета я всегда помогаю себе шпажкой. Но в этот раз я залила клеем пенопласт. Переборщила немного с клеем. И пенопласт у меня очень тяжело прокалывался. Красные розы расположила. Как всегда, в ходе работы я что-то могу менять, переставлять местами, поправлять. И так как у меня розы легкие, без конфет я их не приклеиваю. Они у меня держатся хорошо и ничего не выпадает. Если вы делаете с конфетами розы, то они будут тяжелыми. Лучше их сразу приклеивать на клей. Затем добавляю розы, которые мы с вами делали в начале этого видео. Так сказать, заполняю пустое пространство. Букет сразу немножечко оживленнее становится. Какой же букет без листочков, без зелени. Я не стала подробно останавливаться на листочках. Я думаю, уже каждый знает, как делать листочки. И листочки я добавляю как по краям, так и вставляю их внутрь букета. Листочки я добавляю как по краям, так и вставляю их внутрь. Посмотрите, как заиграл с добавлением зелени сразу букет. И теперь конечный этап. Я добавляю сахарные ягодки. Скручивала я их на проволоку тейп-лентой. Где-то скручивала 2, 3, 4. И эти ягодки очень красиво и необычно смотрятся в букете. На этом мое видео готово. Мой букет готов. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. И не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока. До новых встреч. До новых встреч.